Посланец. Новая импульсная винтовка, которая тебе нужна. Да, она из испытания Сириса. Да, я знаю, ты их боишься. И не без оснований. Я знаю, насколько там всё криво, но новое оружие, которое там появилось, точно стоит твоего внимания. Да и потом, я и не прошу же тебя идти на закрытие 7 матчей без поражений. Сделай просто 3 победы. Ну или сделай просто недельный контракт, который даст тебе награду, как за 3 победы. Ведь только на этих выходных новая импульсная винтовка достанется каждому игроку с 3 победами на билете. Пофиг на поражение и так далее. Просто попробуй. Уверен, ты не пожалеешь. Я вот не пожалел, хотя сам далеко не фанат испытаний Асириса. И прежде чем я расскажу, почему всё так хорошо, небольшое спонсорское сообщение. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам, а по коду TRIPLEWIPE действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Теперь объясняю почему. Винтовка-посланник 340 архетипа на усиленной раме. То есть урон у винтовки вполне себе приличный, хоть и темп стрельбы небольшой. У винтовки неплохой параметр стабильности и она подойдет тем, кто играет на геймпаде, как я, ну или тем, кто хоть как-то почувствовал баф отдачи на клавомыши в этом сезоне. Но самое-то главное, набор перков на этой винтовке настолько фантастический, что достать совсем уж непригодный для использования ролл просто почти невозможно. Вы только посмотрите, тут и быстрый удар, и постижение дзен, и убийственный вихрь, и изгой, плюс киллерский магазин, головорез, сорви голова. Вот, кстати, последний перк, просто если выбьешь его, можешь прям ставить отметку, выбил гудрол пульсу из Осириса. Те из вас, кто пришли в игру в течение последних полутора лет, могут не знать об этом перке. И неудивительно, ведь он когда-то был эксклюзивом для одной сезонной винтовки Гарнила, Палаш Редрикса, получить которую стоило очень многого. Это и протертые выживания штаны, и стрепанные нервы, и разбитые мышки, клавиатуры, 5500 рейтинга. Все это было давно. Теперь этот перк есть в такой доступности для каждого. В чем его такая особенность? Почему я так нахваливаю? После прицельного убийства скорострельность оружия увеличивается почти в два раза, с 340 до 600 выстрелов в минуту. И это без падения урона. По сути, это, блин, автомат с уроном импульсной винтовки. Мы тут залетели в приватку и потестили перк на страже с 6 стойкости и на страже с 10 стойкости. Как видите, оба отлетают просто вмиг. Время на убийство с перком составит 0,6 секунды. Это практически рекорд. Очень круто, что перк добавили в набор перков именно этой импульсной винтовки. Теперь, очевидно, есть большой смысл ее формить. Особенно, повторюсь, на таких выходных, как эти, когда винтовку можно полутать просто за контракт, за самый простой, на 3 победы. Удивительно, кстати, что перк не встречается только на адепт-версии. Это могло бы быть даже логичным. Кстати, дальность померили уже? Нет, дальность еще не мерили. Так, что это не заложено. Да, спасибо, Вакай. Давай померяем и про нее тоже скажу. Базовый урон у винтовки 36 единиц в голову. Он упадет до 35 лишь на 39 метрах. Что тоже очень неплохо, учитывая, что в игре большая часть перестрелок все же проходит на расстоянии от 10 до 20 метров. Но что если у тебя не получилось выбить сорвиголову на этой винтовке? Зря ходил, зря страдал, вымучил эти 3 победы? Да нет. Как я уже сказал, в наборе перков есть масса других крутых вариантов. Например, я вот вчера поиграл с одним только персонажем и получил одну с сорвиголовой и еще одну с золотой связкой изгой плюс киллерский магазин, которые и перезарядку ускоряют, и урон от винтовки увеличивают. Просто в ней меньше повезло с абсолютом и первыми перками, так что ее я не использую. Но в остальном, стоит достать такую или убийственный вихрь плюс сорвиголову или киллерский, и это будет просто страшной пушкой. Да, это возвращенная винтовка из первой части, мессенджер. И вот я играл вчера и в Асирисе с ней, и быстрые матчи зашел, и очень доволен остался. Я так боялся, что посланец при появлении во второй части будет мусором, как это происходило со многими любимыми пушками раньше. Ведь для многих это легендарная винтовка, с нее некогда начинались испытания Асириса. И вот я рад, что награда не подвела. В Асирисе еще позже появятся две новые награды. Револьвер во второй слот, 120-й, и меч. Так что, когда получим их, по крайней мере, револьвер, видео также будет на канале. Не пропусти его, для этого подпишись и, пожалуйста, жмякни в колокольчик. До связи.